Как и во всех языках, в финском есть формы разговорного языка и письменного языка, и они довольно сильно друг от друга отличаются. На экране вы видите, как эти формы называются. В этом видео речь пойдет про несколько самых употребляемых форм разговорного языка – пухекиели. Начнем с личных местоимений и глагола «олла». Среди личных местоимений больше всего меняются местоимения единственного числа «мина», «сина», «хэн». Смотрите, в первом и втором лице у них опускается середина. «Мина» укорачивается до «мэ» или с длинной гласной «мэ». «Сина» укорачивается, соответственно, до «сэ» или «сэ». Есть еще диалектные варианты «миэ», «сэ», но про них сейчас говорить не будем. В третьем лице местоимения заменяются на указательные «сэ» и «нэ». Аналогичные изменения происходят в формах глагола «олла». В них опускается середина, и они укорачиваются. При этом, обратите внимание, «о» удлиняется. «Олен» заменяется на «он», «олет» на «от» и «олетте» на «отте». Форма «олэмме» заменяется на форму пассива «оллан», а «оват» на единственное число «он». Аналогичные изменения происходят с местоимениями и в других падежах. В первом и втором лице единственного числа сокращается середина, а местоимение третьего лица меняется на указательное. В итоге форма генитива превращается из «минон» в «мун», «синун», «сун», «хэнэн», «сэн». Форма падежаада «сива» у кого? Из «минолла» в «молла», «синолла», «сулла», «хэнэлла», «силла». И форма латива «каму» из «минолле» в «молле», «синолле», «сулле», «хэнэлле», «силле». Разговорный язык вообще тяготит к сокращениям. И, зная этот принцип, понимать разговорную речь намного проще. Про сокращение и изменение глаголов продолжим в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok